Для Светланы Германович участие в летних Олимпийских играх будет уже вторым по счету. Четыре года назад в Лондоне темиртауская спортсменка стала первой в одном из заездов и лишь 25-й в общем зачете. Тогда этот результат спортивные тренеры признали достойным, он же подстегнул Светлану к дальнейшей работе над собой. Говорит, сегодня, несмотря на то, что сезон только начался на соревнованиях в Южной Корее, она уже смогла поставить личный рекорд на дистанции в 2 километра. Спортсменка уверена, ближе к Олимпийским играм она сможет значительно улучшить свои результаты. Все нужно накатать, делать километры, поработать над техникой, все такое. На Олимпиаде, я думаю, у меня будут задачи улучшить свой результат и побороться, чтобы попасть ближе к мировым спортсменам. Среди юношей своей силы в летних Олимпийских играх 2016 предстоит испытать и Владу Яковлеву. Он также, как и Светлана, представлял нашу страну в Лондоне. По приезду с отборочных соревнований спортсмен уже приступил к тренировкам как на суше, так и на воде, чтобы успешно выступить в Рио-де-Жанейро. А сейчас пока в четверке планируем тренироваться. А на Олимпиаде шансы, ну там тяжело будет очень. Как бы реализовать себя максимально, показать свое лучшее время, а там уже как получится. Сделать все возможное в общем. Тренер темиртауских спортсменов Анна Белоногова успехами своих воспитанников очень гордится. Говорит, с тем оборудованием, которым обладает темиртауская грибная школа, вообще удивительно, что спортсмены добиваются таких высоких результатов. Да и если еще несколько лет назад их прямые соперники из азиатских стран были не в лучшей форме, то сегодня их уровень заметно вырос, что может негативно повлиять на результаты в предстоящих соревнованиях. Мы всегда находимся на вторых планах после Китая. Но я хочу сказать, что сейчас Иран, Ирак, у нас Гонконг, у нас Индия настолько выросли в техническом плане, функциональном. И на сегодняшний день они выглядят выше нас на голову в плане технического оснащения, в плане свободной подготовки и у них свободное плавание. Они имеют право работать у себя, у них круглый год вода, и они разъезжают по всему миру, у них есть на это большое финансирование. Между тем, темиртауские спортсмены готовы побороться за места на предстоящих Олимпийских играх и выложиться на все 100%. Тренерский состав ставит перед ними главную задачу попасть в 20-ку лучших. Кроме того, еще несколько лицензий темиртауские грибцы намерены завоевать в Швейцарии уже в мае. Тренеры планируют выставить мужскую четверку парную и женскую двойку безрульную. Анна Калинина, Сергей Баданин, Новости Темиртау.